Добрый вечер. Сегодня будем с вами обсуждать наша глава недели, глава Ваехи. Она последняя из глав книги Берешит. В следующей неделе уже мы будем читать глава Шмот из книги Шмот. В этом главе заканчивается целая эпоха, эпоха, которая заканчивается с смертью, уходом от жизни нашего приятного отца Якова. И вместо локации, геолокации, которой сыновья Яков продолжают создать еврейская нация, народ, продолжают уже не в обещанной им земле в Кнан, которая стала потом земля Бетавана, земля Израиля, а в Египет. И в нашей главе этого эпоха заканчивается, со следующей книгой, книга Шмот, начинается уже эпоха Египет, и после этого дарование Тору и создание идентификации, можно сказать, еврейской национальности. И поскольку мы прощаемся сегодня от Якова, и видим несколько, вот можно сказать, частей этого прощения, будем обсуждать несколько частей, сколько мы успеем. Я думаю, что мы успеем много, потому что есть много чего говорить. Первый, который мы встречаем в нашей главе, если хотите искать это в русскоязычный перевод, это получается возник 23-я страница. Начинается в главе нашей Игорь Николай В Египет 17 лет И из-за Канчанье 17 лет В Египет И сколько были вообще в общем его жизни? Сколько они длились? 7 лет и 140. То есть 147 лет. Первое, несколько вопросов, как только мы начинаем читать это в главе, почему глава, которая рассказывает только о прощании Якова от его семьи, только об этом, начинается со словами «И жили Яков», и как называется это в главе? Называется это в главе «Жизнь Яков». Это не «Жизнь Яков», это «Смерть Яков». Если мы хотим говорить о жизни Яков, эти слова должны были относиться не к нашей главе, а к предыдущей главе. Предыдущей главе закончилось тем, что евреи поставили свои корни, строили свои дома, расплодились, рожали много детей. В странах Гошена, внутри состав Митсрая. Это как Гошен, это был как область, внутри Митсрая, внутри Египта. И здесь могли бы закончить главе с выражением «И Яков там жил 17 лет». И Яков там жил 17 лет. Почему относить эти слова к предыдущей главе? Мы знаем, что раздел главе, большинство соглашается к этому мнению, было передано нам от Майсы. То есть они потом разделили, мудрецов когда-то сидели и говорили, давай разделим, нам нужно 50 в чем-то главе для того, чтобы читать вокруг год. Давай разделим то на 53 главе, и все будет хорошо. И поэтому они сидели и разделили, как получилось. И тогда можем сказать, что разделение главе не настолько значимое. Это не так. То есть главы были разделены изначально Майсием, и было передано место, где заканчивается одна глава, и начинается следующая. Это иметь в виду, что тема заканчивается, и начинается другая тема. Но когда мы читаем вот текст того, что написано в начале нашей главе, логично всего закончить в предыдущей главе. Когда мы говорим о том, что как получилось все у Якова, у Якова, его сыновья, закончит этого, и жив там Яков 17 лет. Все понятно, предельно понятно. И на нашей главе бы не называлось Ваихы. И действительно, есть еще один вопрос, сопровождающий вопрос, который отталкивается и более усиливается предыдущей того, что мы только спросили. Какой вопрос? Вообще, когда заканчивается глава в Тору, и начинается следующее, есть закон, как писать святок Тори. А закон гласит о том, что они должны находиться не на одной уровне. То есть, должна быть пропущенная строка. Целая строка должна быть пустая. Ну, вы видели, как выглядит Торо, да? Вот целая строка должна быть пустая. И начинается следующее, как абзац другой, как книга. Есть такое понимание Парашастума, глава которой ее, типа, не пропустили, вот этого прорыва между главе. Он сокращенный. Это называется выражение в Тальмуде и у мудрецов Парашастума. Закрытая, закрытая главе. Это когда этого перерыва сокращается. Как сокращается? В одной и той же строке маленький перерыв. Оставляется маленький, поменьше перерыв между глав. Это называется закрытая глава. И всегда, когда есть закрытая глава, к этому есть причина. Для тех, которые были вызваны в Торо, на эту главу неделю увидели, что вообще нет никакого лазницы. Оно продолжается в одной и той же строке. Даже разрыв, одна буква нет. Он просто продолжается дальше. И спрашивается мудрецов, почему? Почему не сделали разрыв между главе? Почему? Одна из причин, из трех причин, которые мы обсудим, читают позже. Одна из причин, которая написана в Мидраж, гласит о том, что лучшие годы у Якова были сопровождены в Египет. Не просто лучшие годы. Не просто лучшие годы. А лучшие годы настолько, что все 147 лет, которые перечислены позже, они выравнивали с себя в наслаждение. То есть представьте себе, что Яков реально, у него была очень бурная жизнь. Сначала он жил, ну, не так плохо. Авраам, Ицхак и Яков жили в одной из того же городок. Более того, Авраам был учитель, и наставник Якова, и Ейсава, помимо того. Когда-то у него был ссор с братом, и начинается целая бурная жизнь. Он убегает от своего брата. Брата отправляется Элифазе. Его сын убит Яков. Он берет от него все имущества, отпускает Якова дальше, и дальше хадидц. Он находится у его теста вор и обманщик, который обманывает его с женами, обманывает его заработок, обманывает его жизни, а напоследок хочет украсть от него и его жены, и его детей. И он должен сбежать от него. Он приезжает уже куда-куда, куда и живет его отец, а Ицам приходит к нему на войны. Заканчивается это, и насилует его дочь. Два его сыновья убывают целый город, он тоже идет на войны. Вот и бесконечно. И наконец-то он доходит, где живет его отец и матерья. И что происходит? Его жена умирает, и его любимый сын попадает. Ну, жизни, тяжелые жизни. Реально, тяжелые жизни. И теперь нам говорят, что это 17 лет, которые он проводит рядом с Иосифом, в присутствии его сыновья, его внуки и правнуки, делали такого наслаждения для него в жизни, что все сложности, которые были, произошли с ним в жизни, они настолько сгладились, что вес 147 были упомянуты для него, как хорошие годы. Вот это объясняет Медраж. Так, зачем тогда, еще больший вопрос, зачем тогда разделить это с предыдущей главе? Вот это, вот, как раз это очень подходит к прошлой главе. Там все было хорошо, там все жили счастливо, и этого, и даже Яков жил 17 лет, которые выровняли все тяги жизни, которые у него были, в течение 130 дополнительных лет. Вот, один к одному. А вместо того, Всевышнему разделил это в главе, и сказал, нет, слово «ваяхи» это к смерти Якова относится. Как это относится к смерти Якова? Хороший вопрос. И действительно, если мы будем продолжать дальше тема о почему-то было Пороша Стума в закрытой главе, почему нету разрыв, Раши перечисляет двух причин. Он не говорит о причинах Медраж, которую мы только что объясняли, и за 17 лучших годов Якова об этом Раши вообще не говорит. А что он говорит, он перечисляет двух причин. Первый, что со смерти Якова что начался уже тяга порабошения народу сразу после его смерти. То есть он умер, они уже начали чувствовать, что они в чужое место. Пока папа был жив, они вообще не заметили, что они где-то поменяли геолокацию в жизни. Они жили, как жили раньше. Как только папа умер, то есть Яков умер, прошлое уже нет. Они уже чувствуют, что они чужие. Второй, Яков хотел сказать своих сыновья, когда они будут возвращаться обратно в их родину, земля Абитавана, когда они уйдут из Египет. Он хотел сказать им, как это называется, у мудрецов, конец времен. Конец времени изгнания в Египет. Но когда он это хотел сказать, исчезло из головы этого знания. Просто пропадало из головы этого знания. Почему? В Сабишнему не хотел, что это будут знать его сыновья. Он не хотел, что они будут знать. И за первой причиной, и вторая причина, которую мы только что сказали, это причина, что нету разрыв между глав. Что она закрытая глава. В чем закрытая? Закрылась эра Якова, и начали они чувствовать порабожены, чужими, в изгнании. И вторая причина, из-за того, что хотели им сказать, когда это закончится, но закрыли голову Якова, он не мог это сказать. И тут есть тоже вопрос. По происходящей Сабите, кто должен быть первый, что Яков умер, и тогда они начали чувствовать чужими, или что он хотел им рассказать, когда это закончится, но не дали ему. что произошло первой. Ну конечно, первой он хотел сказать, но не дали ему, а потом он умер. Так почему Раши пишут первая причина, первая причина, когда умер Якова, они начали чувствовать порабощены, чужими. А потом он говорит, еще один вариант, он хотел им сказать, когда это закончится, но не дали ему. должен быть наоборот. Вообще, ну неправильно так. Для того, чтобы понять, это говорит Ребе, когда он объясняет эту тему, он объясняет, что надо первым понять, что такое смерть и что такое жизнь. Вы знаете, есть такой анекдот, что однажды россиян пошел в Грузию, в кладбуши, посмотреть, как они там хоронят людей. И он смотрит и говорит, он зовет начальника кладбуши, говорит, объясни мне. Как этот человек родился 1919 года, умер 2019 года, жил пять лет, так написано на могилу. А потом он видит, как на другой могиле написано, родился 1952 года, умер 2000 годом, жил шесть лет. Как это так? Нет, ты что думаешь, что жизнь это просто жизнь? Это когда кушаешь хорошо, когда у тебя много детей, когда у тебя много жизни, жена есть. Вот он жил пять лет, а он жил шесть лет. Это Барсен говорит своего другом, слушай, когда я умру, пищи никогда не жил. То есть мы евреи, что это значит живой? Что такое живой, а что такое умер? Мы находим такое выражение в Тору. Тору написано Хавае Элейким Эмес Всевышнему Он истинный, Ху Он Элейким Хаим Он и есть в жизни. Так же самое написано у мудрецов, что печать, которая есть у Всевышнему, что гравировано на этого печати, написано истинно Эмет Значит, что такое жизни Хай живой истинно А что такое истинно? Истинно это Бога. Так же написано Муша говорит народу перед уходом Аджизни Он говорит Ватем Ватем Мадвейким Вы которые переклины Багашем Алейкихем У Всевышнему Кавсевышнему Хаим Кульхем Вы все живые сегодня. Вы все живые. То есть другими словами Тору говорит нам что такое жизнь. Жизнь это истина и жизни это Богом. И когда ты связан с Богом ты живой. Как это связано? Есть очень известное к этому объяснение в Хасиду очень известное написано что когда человек должен кунуться в микве посуду положить в микве сам очищать в микве женщина должна послемесячно ходить в микве и так далее. Что такое микве? Микве это должно быть такое выражение есть живые воды. Что такое живые воды? Или воды морские прямо в море или в реке или в озере или как мы делаем сегодня дождевая вода которая не через краны пошла туда она прямой попалась туда в микве она есть тоже вот живая живая вода это называется когда мы говорим о реке тех которые живут в Израиле точно это знают в Украине такого я не встречал я не встречал в Украине такой Израиль есть часть реки которые перестают существовать в засуха часто бывает засуха не хватает воды кроме того например река Ярден от нее скачивает воды еще в Сирию и Ливане река Ярден которую мы видим сегодня в Израиль какой-то утечки какой-то маленькой утечки вода это не есть река Ярден историческая она такая же в этой локации конечно не меняли ход воды но мощь в воде был совершенно другой они скачивают воду еще вверх чем в Израил поэтому оно попадает в Израиль намного меньше есть очень много реки которые появляют в себе когда дожди когда нет дожди они они не работают такие реки когда они истекают негодные для миквы они негодные для миквы миквы годные только река которая течет без остановки хотя бы без остановки в течении семи лет ни разу то есть никакого засуха ее не остановилось тех которые были когда-то в Цфат и увидели допустим миквы Аризал слышали про миквы Аризал не слышали миквы Аризал это миквы который строил Аризал он существует до сих пор уже пятьсот лет А как он построен он построен в спуск гора прямо на вход кладбуши там кладбуши где он сам похоронен и Бек-Юсеф похоронен и очень очень много известных людей от еврейской книги там вы найдете очень очень интересная кладбуша реально очень интересная кладбуша она она идет на спуск гора на спуск гора и он построил это посередине что он сделал он просто закопал внутри какая-то большая яма облицовывали ее в местной камне которая есть перебурел в одной сторону вверх терка и та же самая чуть вниз получается что естественно это вниз это спуск гора да вторая дырка и получается что есть утечка от подземлой воды вверх в горах она течет ну прям очень узенький течет сверх по горам заполняет микве и потом уходит туда получается что естественно фильтр есть он постоянно меняется почему это известно кроме того что это реально очень интересно как это работает а второй он очень известен потому что он очень холодный очень холодный но это же река постоянно спускается даже в летное время когда все жалко очень холодно а зима надо сбить иногда даже лед вверх для того чтобы попасть внутри такой интересный интересный очень микве вот оно никогда не прекращается никогда не прекращалось это утечка от подземной там наверное какой-то огромный природный резервуар воды подземной который поднимается как-то почему-то геологически вверх и стекает вниз так получается уже 500 лет никогда не прекратилось очень красиво даже смотреть на это очень красиво несмотря что это спуск наверное какая-то гора там каменная которая закрывает этого всего ну очень красиво короче а вокруг цфат это Галилей это сверху Галилей и вниз Кемерет очень много исток воды идет отсюда которые в реальной жизни должны заполнять река заполнять заполняться Кемерет поэтому когда идет воды идет дождь он собирается от всех горах и попадает между горами и идет река которая истекает прямо в Кемерет а когда нет то нет и и нет воды и это большинство рек которые там есть отмечены на карте вот в них нельзя окунуться в Ярден можно в Банес можно еще несколько там река которая есть вокруг можно а большинство других это несколько десятки нельзя почему если это не постоянная вода у нее нет корен нет корен источник источник воды откуда она выходит то она не настоящая она должна быть привязанной какой-то глубокий водой который ее обеспечивает если у тебя нет ты не настоящий другими словами мы знаем что Тору всегда сравнивает жизнь к водой вода это как-то источник допустим Тору это вода душа есть в сравнении к воде и так же в микве мы говорим кошелные миквы не кошелные миквы постоянно не постоянно а если миквы питаются от реки река течет а потом произошла засуха мы не занимаемся сейчас законом миквы мы говорили потому что было надо объяснить то есть получается что все зависит от источника связан или не связан с источником та же самая по отношению со Всевышним что такое истина вообще эмет эмет это истина на святом языке эмет построена из трех букв алев мем и тав если помните алфавита алев это первая буква в алфавит мем это четкая середина а тав в конец то есть истина она всегда истина она не половина истина она не чуть-чуть истина она полная истина кто еще символирует истина Яков так написано вот атрибут истина находится у Яков поэтому сравнивает Яков вот когда в кабале написано кто такой Яков Яков он той укреплением которое было в мешкане помните мы учили про мешкан как мешкан стоял да это был шатер не простой шатер просто натянутый какой-то кожаный какой-то огромный как-то называется ткан нет это было очень много брусов очень тяжелый брусов которые стояли в параметрах как буква Б еще чуть-чуть закрытая с двух сторон ее надо было укрепить поэтому для укрепления были очень большие на длина одна стена такие брусы огромные железные или деревянные которые прошли внутри кольца и которые укрепили но был один один такое крепление которое шло с одной стороны и вышло в другой то есть чудесным образом она согнула себе и вышла в другую сторону как буква П это называется брияхатихон и написано в дзорах что этого крепления это крепление Яков почему истина она в любом положении истина истина она не половина она не чуть-чуть истина там а там там ложь нет истина навсегда истина сверху вниз она истина вот именно поэтому истина это и есть печат в совершенном что такое истина никогда не перекрашая никогда не заканчивается никогда нет нет времена она всегда есть то же сами кто есть истина Бог есть истина он не есть он не был он не будет у него никаких изменений в жизни нету никаких обстоятельств нету он не есть это истина и отсюда мы понимаем что когда мы привязываем себе ко всевишнему мы становимся как этого река истина мы находимся в состоянии истины то есть когда мы обычные люди становимся тоже в истине когда мы соединяем себе к источнику ко всевишнему это есть жизнь смерть это окончание жизни это продолжение не зря написано что Яков Авину наш отец Яков не мертвый так написано в Талмуд не мертвый спрашивает сразу мудрецов как не мертвый его похоронили да но поскольку что его дети его внуки и правнуки продолжают жизнь по его принципу он живой с ними его жизнь продолжается вот это называется жизнь Яков в нашей главе какой мотив главный что Яков живой в чем он живой он вот уходит от жизни его тело перекрашает сердце перекрашает биться и он становится мертвый телом становится мертвым говорят а он живой где мы видим что он живой Йосеф есть его сыновья есть его других 11 детей есть их дети есть есть все правильно живут правильно живут он живой поэтому поэтому начало прощания от Яков это заявление Яков живой и он живой именно стал живой в 17 лет последней его жизни до сих пор он не был уверен получится он и волей не получится когда он пришел в Египет увидел что все 12 соловья со всеми их дети и внуки они все правильно живут вот он живой вот теперь он живой вот теперь он живой отсюда мы понимаем почему ваш выбрал начинает говорить о причина закрытая глава по отношению с живой Яков почему она закрытая потому что что после смерти Яков начинали они чувствовать порабошены когда Яков начал понимать что у него получилось он получилось ему получилось когда они приехали совместно в Египет почему когда они были у него дома рядом со врагами цраки Якова они были дома по себе и они стали как отец воспитывал это было неумно это не потому что они стали правильны это потому что папа правильный и папа правец когда он приехал в Египет и там уже не дома там нет привычки и вместо того что они там будут жить как получается они дальше живут по принципе как Яков воспитывает Якова теперь я знаю что я воспитывал хорошо теперь я знаю что я живой и Раши символирует это следующее и когда он умер и усилилось вот это чувство Египет они дальше жили по принципе Якова и дальше Яков остался живой именно в Египет именно когда он умер вот это подчеркивает жизни Яков жизнь Яков подчеркивается что несмотря что обстоятельство изменилось вокруг них они дальше живут по принципе Якова потом он говорит что Яков хотел хотя бы облегчить их испытания как облегчить их испытания говорит им что вот в это время закончится эта ситуация вот ситуация в которой вы живете по изгнанию без просвет без будущего без понимания когда это закончится вот она закончится вот такое то время и вот они будут жить благодаря этого с какого-то надежда с какого-то ожидания с какой-то подготовка к этому дату говорит ему все не 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 я так не задумался они должны жить именно с такая большая испытания и продолжаться жить дальше как сыновья Яков и об этом подтвердит подтверждает Тору что все-таки он живой его дети продолжают жить по принципу который он ожидает от них вот это есть причина вот этого вот это есть причина который перечисляет Раши есть еще одна очень интересная хасидская история когда Ребец Махцедек приходит первый раз от его учитель в детство и говорит своего дедушка первый раз он услышал об этом что Яков остался там Яков живой его дети в Египет и он говорит его дедушка как возможно как так возможно что именно этих 17 лет самые лучшие 17 лет у Якова считаются в Египет давай поймем еще один оттенок вот этого вопроса сколько лет жили наши приотцов совместно Авраам Ицхак Яков жили одно время на сколько лет наверное немного это очень много это очень конкретно когда он рожал Ицхак 100 когда рожал Ицхак Яков сколько ему было сколько лет 15 лет ну немного не мало 15 лет это много мы помним 15 лет то есть получается что 15 лет они были совместно и написано в Медраж что воспитывал Авраам Авраам он был учитель Яков Иесав он учил Ихтор это было очень серьезное учение и написано что они занимались в день время обучения сколько они занимались учения Ихтор в день 15 часов так написано то есть они были очень серьезные люди то есть получается они были очень серьезные люди они были совместно что эти годы были очень плохие для Яков почему это не считается самый лучший лет почему это не самые лучшие годы в чем они были плохие как раз мы помним ключ ему самые небезответственные годы самые лучшие годы это наши молодости почему они считают это самые лучшие годы в жизни еще не было проблем с Иосефом еще не было проблем с братом никаких проблем не были в чем проблема сказать что это самые лучшие годы юности когда Яков убегает от дома родителей кто-то ему тревожил кто-то мешал ему там в жизни почему это плохие годы почему это плохие годы почему именно 17 лет когда Яков находится уже с семьей в Египет это лучшие годы почему это лучшие годы хорошо но с первого года до 15 лет что плохого повер меня это человек который весь жизнь окружалась что учение божественность как вы думаете когда он был у Якова когда Яков был у его отца огромный праведник его дедушка без вообще можем представить как хорошо было у него духовной жизни он может это сравнить вообще к жизни в Египет мои мои лучшие годы когда я увидел любов ческорь вот это несколько дней в месяц которые я увидел это лучше для меня в жизни со всеми что я прошел в жизни лучше которое меня в жизни а у него пятнадцать лет а это ничего как можно такое сказать объясняет Ребе а Ребе услышал вопрос от его внук он отвечает ему что делал Яков первого дела которое он решил делать когда он решил едем в Египет какой поступок первый Яков делал отправил Ягуду открывать там учение Тору говорит Ребе Ребе Цмахцедек он говорит ему так Ребе объяснит это очень много не буду сейчас длинно я уже не успевал половину что я хотел сказать говорить ну объяснит Ребе Ребе объяснит Ребе Цмахцедек того что они могли создать учение Тору и они трудились так написано в Мудрецов что они трудились на учении Тору то есть Яков 12 сынов и их дети которые были достаточно взрослые сидели и трудились в учении Тору это все что они занимались в жизни в Египет это и есть лучшие годы то есть другими словами объясняет Ребе не вопрос где ты живешь вопрос как ты живешь это не важно геолокация не важна важно что ты делаешь в это время как ты живешь это жизнь если учишь Тору вот Тора осветлает все и Ребе входит еще одна очень интересная тема написано что у Мудрецов есть такое выражение это выражение вообще царь Соломон есть преимущество свет от темноты есть преимущество как это понять есть преимущество свет понятно когда свет можно видеть все когда темно не видно ничего объясняется что такое и понятно что когда свет лучше это означает что когда темно а ты включаешь свет ты замечаешь как свет хорошо то другими словами когда человек живет в темноту и он получает какой-то маленький фаран фонарик он уже начинает понимать насколько это ценно как жизнь меняется то же самое то же самое в духовной жизни когда человек живой вокруг учения Тору как Авраам у Авраам у Ицхак он учит Тору он живет внутри свет он живет со всеми свет у него нет темноту в жизни это очень хорошо но не для этого был создан мир создан мир для чего что этого темного мира обычного жизни перевернутся в свет говорит Яков когда меня хорошо когда я поменял темного Египта и перевратил ее в дом учения Тору вот это успех когда я был у Авраам у Ицхака когда я учил Тору у Шема это для меня хорошо я светлый человек я живу где все святые и свет у всех у меня было хорошо но цель какой меня мир когда я попался в Египет я добывал того что будет учение Тора что мои внуки и правнуки и мои дети учат со мной Тору но это другое дело говорит Ребе еще глубже это с Божьей помас обсудим это уже на Фарбенген Яков даже когда находился в Египет он не находился в Атме почему он жил как будто бы внутри мира целут для мира целут нет нет мира мир это сотворение Всевышнему Яков видит через его глаза Всевышнему в каждой детали которые происходят вокруг него для него фараон это не фараон Египет это не Египет он видит только Бога для него то ходит туда ходит сюда все одинаково Яков хотел увидеть что его дети они светлые в чем так интересно дети Яков написано в Кабале они их души от мир брия от места где есть сотворение для них есть большая разница между жить у папа в Израил в его дом в тепле и светлом и лежит в Гошен в Египет для них это большая разница они видят тьма они живут там и когда он видит что они они стали жить светлом несмотря что они живут в Египет вот это жизнь он говорит вот это считается жизнью вот это считается соединение со Всевышним здесь я знаю что этого миг вот этого воды вот они могут ощущать вот они связаны с Богом это вечная жизнь они 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 Продолжение следует...